В канун третьей годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией Севастопольское представительство Союза кинематографистов Российской Федерации дало старт всероссийской акции по демонстрации авторской программы кинорежиссера и актера Никиты Михалкова «Бесогон-ТВ». Проект нашел отклик у главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, представителей правительства и ЗАГСобрания. Побеседуем о проекте с руководителем Севастопольского представительства Союза кинематографистов Российской Федерации киноактрисой Татьяной Гагиной. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Добрый день. Прежде чем начнем нашу беседу, давайте посмотрим сюжет моих коллег. Первый выпуск программы «Бесогон-ТВ» вышел в марте 2011 года. В своей передаче Никита Сергеевич Михалков поднимал актуальные темы духовно-нравственное воспитание молодежи, вопросы современного кино, проблемы мировой политики. За несколько лет программа полюбилась миллионами телезрителей, однако большинство россиян жалуются, передачи выходят в эфир в очень неудобное время, приходится смотреть выпуски в записи. Члены Союза кинематографистов решили дать возможность показать программу «Бесогон-ТВ» на региональных телеканалах и в городских кинотеатрах. На сегодняшний день Никита Михалков разрешил бесплатно показать 49 выпусков программы «Бесогон-ТВ». Со временем их количество будет увеличено. Помимо демонстрации телепередачи, севастопольцы предлагают обсудить поднимаемые автором темы. Дискуссии будут проходить в городских кинотеатрах сразу после показа выпусков программы. Будет обязательно кто-то из севастопольцев участвовать в этом процессе, и обратная связь может быть еще осуществлена через электронную почту, или же в кинотеатрах «Севастополь кино» выставлены пиящики с нами «Бесогон-ТВ». Бесплатный прокат передачи «Бесогон-ТВ» в кинотеатрах города начнется 15 апреля. Вход свободный. Подробная информация о времени показа каждого выпуска будет опубликована на официальном сайте Севастопольского отделения Союза кинематографистов. Татьяна Николаевна, почему именно Севастополь был выбран стартовой площадкой для этой акции? Ну, это получилось, и был пленум Союза кинематографистов. В конце года он происходит ежегодно. И собрались регионалы, то есть региональные отделения и представительства Союза кинематографистов всей страны. И вот как-то так вот получилось, что я так оказалась невольным таким инициатором. И Никита Сергеевич одобрил, поддержал. И, в общем, все организации наши поддержали инициативу. Ну, а Севастополь, он всегда в авангарде. Я даже не представляю, что хорошее дело и не в Севастополе. Конечно, мы первые. И, конечно, мы сейчас передадим эстафету и Крыму. И все, что можем сделать для них, помочь им это все сделать. У нас такие люди живут здесь, в Севастополе. У нас команда. У нас город – это большая, серьезная, дружная команда. Вот поэтому Севастополь. А почему выбраны именно дни воссоединения Крыма и Севастополя с Россией? Понимаете, вот сюжеты, набор, там, 49 сюжетов. Это то, что... Не то, что вот только мы это покажем и все. Нет. Дело в том, что Никита Сергеевич отобрал для нас. Это наши темы, больные, важные. И спасибо ему огромное. Он настолько с душой, сердцем отнесся именно к нашему региону, понимая, что это особая территория. Особая здесь аура и все особое. И вот поэтому и хотели мы приурочить. Мы могли начать эту акцию раньше, но мы готовились к ней. И надо сказать, что если бы, конечно, не Екатерина Борисовна Алтабаева, если бы не руководство города, нам было бы очень трудно. Они настолько сердечно поддержали акцию и настолько нам помогают во всем, что я, конечно, очень благодарна им. И горожане это оценят и поймут, я думаю, потому что они патриоты, конечно, города, что там говорить. Могли бы засомневаться, потому что темы острые, может быть, не всегда удобные и далеко не всем, наверное, по душе. А вообще на что нацелен проект этот Бесогон-ТВ? На что именно? Понимаете, вообще, конечно, Бесогон-ТВ – это то, о чём мы все говорим, о чём мы все думаем. Но Никита Сергеевич сумел взять самое главное. То есть он раскрыл эту тему, тему любого, собственно говоря, сюжета, и всё злободневно, и всё важно. И, в общем-то... А каких бесов планируете изгонять из общества? Вы знаете, прежде всего, беса-то надо погнать из себя. Беса-то погнать из себя. То есть, получая информацию, надо посмотреть, а что такое я? А кто такой я в жизни? Кто такой я для моей страны, для моего города? Вот мне кажется, что Бес, он в каждом из нас где-то там втихаря сидит в уголке. И вот тут нужна метёлка, конечно, и надо... Это ревизия, ревизия собственной души. И я повторюсь, наверное, но вот сюжет посмотрел, и с этой минуты ты уже иначе живёшь, иначе думаешь, иначе смотришь на жизнь, на ситуации жизненные. Вот со мной происходит так, я думаю, что... То есть, наверное, вы поэтому и взялись за продвижение этого проекта? Ну как, вообще, я очень внимательно отслеживала программы, это было очень сложно. Ну, вы понимаете, ещё и в наших условиях. А люди, которые живут вообще за Уралом, там, на Дальнем Востоке, там вообще это сложно. Вот. И... Естественно, начиная с себя. Я знала, что это нужно. Мне нужно. Я очень хотела этого проекта. Естественно, мы взялись за него, потому что, вот, собственно, члены Союза кинематографистов явились зачинщиками всей этой истории. Спасибо Союзу журналистов. Огромное спасибо Сергею Павловичу Горбачёву, который, ну, то есть... Вы понимаете, вот, куда бы я ни приходила, а, естественно, прежде чем начать акцию, мне нужно было... И почему мы не сразу после пленума начали это дело. Мне нужно было знать и мнение города. И я была и в творческих союзах, и в разных организациях города. Люди... У нас вообще люди небезразличные. Но когда они слышали бесогон, все говорили, замечательно, надо, мы готовы, мы будем, мы поддержим. И вот сейчас на народный канал даже мне лично звонят люди и благодарят, и спрашивают, когда, и неужели только всего столько сюжетов будет. То есть, понимаете, город принял от руководства до каждого из нас. А какие самые важные злободневные темы, на ваш взгляд, озвученные в этой программе? Сюжетов уже более ста. Понимаете? И, собственно говоря, трудно сказать, какой сюжет не является алгоритмом нашей жизни. Вот недавно я посмотрела еще раз, наверное, в сотый раз уже посмотрела «Чужая земля». Вы не видели этот сюжет? Этот нет. Вот. И вы знаете, казалось бы, тема-то понятная. Заброшенные земли, погибшие деревни, люди в городах, а нужны они там или нет, они для себя сами не решили, а умирает земля наша русская. Вы знаете, вот каждый раз смотрю этот сюжет и плачу. Невольно. Это не то, что я такая слабонервная, слезливая. Нет. Действительно, боль за все. Любой, любой сюжет, трудно сказать. Понимаете, это все, что сказал Михалков, это от сердца и своей душой написано. То есть он отдается весь туда. И мы не можем эту ауру не воспринимать, настолько она сильна. Понимаете? Поэтому трудно сказать, какой сюжет. А вот об Украине целый цикл это входит в нашу, значит, повестку дня. Вот, понимаете, опять же, мы все читали, мы все слышали. Но он собрал это, это конгломерат, это мощь, это как шаровая молния проницает человеком. И начинаешь думать, понимать, совершенно, может быть, с другой стороны, даже не с другой стороны, а более остро. Все события, которые, значит, ну, то есть для нас это не новое, это наша тема и наша боль. И надо отдать должное еще тому, что Севастополь – регион, который, наверное, самый российский. И здесь людей не надо учить ни патриотизму, ни нравственности, понимаете? Мы пережили невероятное время, то есть не стреляли, да, не было гибели людей, но в спину дышала холодом беда. И севастопольцы, мало того, что здесь особый менталитет, они это прочувствовали. И я вспоминаю площадь нашу, и вот говорят, молодежь, молодежь, да я обожаю нашу молодежь, потому что, я помню, был очень холодный вечер, а мы, естественно, каждый вечер были на площади. Идут молодые ребята, их было человек 12, наверное, у них огромный российский флаг, и они поют гимн России совершенно до конца. Вы понимаете? Ну как сердце-то не дрогнет? С детишками приходили. Ну, это Севастополь, это, понимаете, это никому не объяснишь. Это когда поют легендарный Севастополь, поет вся площадь, и поет не просто слова, а поет жизнь. Ну, это, у меня это больная тема, поэтому... Скажите, Крым примет эстафету, да? Куда дальше пойдет этот проект? Он уже идет, он идет по России, он идет по России. Кто как будет его делать, я не знаю, но мы стараемся сделать так, чтобы в Севастополе самое-то главное для нас, мы для себя вывели вот такое вот самое главное дело для нас, чтобы была обратная связь. Показать сюжеты, это дело телевизионщиков, они делают это прекрасно умеют, и анонсировать, и сделать все. Но почему кинотеатр России будет работать? Они будут целыми днями крутить без огон, и будет все время там кто-то из нас присутствовать, и я полагаю, что придут люди разные, разные. Кто захочет, там будет дискуссия, постоянная дискуссия. То есть человек должен выговориться, он должен сказать все, что у него наболело. А может быть, мы будем спорить, может быть, придут не самые удобные люди, у которых совершенно, может быть, другая точка зрения. И вот это самое главное для нас. Я призываю всех, кто придет в наше войско, так сказать, бесогонское, вот иметь в виду то, что все направлено только на то, чтобы была обратная связь, чтобы мы услышали друг друга. А когда человек выговаривается, он и очищается. А можно ли принять участие в вашем проекте, например, предлагая свои какие-то темы? Вы знаете, сейчас вот бесогон, если это все мы соберем вместе, я полагаю, что тем запретных, каких-то ненужных нет. Понимаете? Потому что все, что происходит на экране, то, что дает Никита Сергеевич, оно вызывает у людей эмоции, естественно, родятся новые темы. Это естественный процесс, и дай бог, чтобы у нас это все получилось. А какие вообще перспективы его развития? Перспективы развития? Ну, во-первых, конечно, у нас, безусловно, будут и круглые столы, у нас будет общение и с властями города, к нам приедут из Москвы очень интересные люди, которые сейчас уже просятся, я говорю, дайте мы немножечко раскатимся, вот уже когда люди окунутся в это во все, начнут этим жить, приедут к нам очень интересные люди. Они хотят этого, и мы, конечно, их ждем, я не буду раскрывать секретов, но как можно больше общения, как можно больше общения, и мы на это очень рассчитываем. Спасибо вам большое. Я еще хотела сказать, вы знаете, что вот флот наш, замечательный черноморский флот, обязанному ему, может быть, даже жизнью своей, и не может быть, а точно, и каждый причастен, собственно говоря. Мы кровь флота, потому что он во всех нас. Нас очень хорошо поддержало командование, вот даже у нас на пресс-конференции был Мацкевич Андрей Викторович, капитан второго ранга. Мы передали ему диски, потому что у флота особый режим жизни, вахты, выходы в море, боевые службы, и вот эти диски пойдут с ними в море, и молодые, и офицеры, и матросы будут смотреть, и матросы закончат, это же молодые люди, они закончат службу, они уйдут домой, но это они запомнят на всю жизнь и понесут эти мысли свои в те места, где они живут. Так что потомки Павла Степановича Нахимова, конечно, впереди, и, конечно, хорошие инициативы поддерживают. И вот я их хочу очень-очень поблагодарить за то, что они активно включились в акцию. Спасибо и вам большое за акцию, за ее продвижение. Спасибо. Спасибо, дорогая моя, спасибо. Напоминаем, в канун третьей годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией Севастопольское представительство Союза кинематографистов Российской Федерации дало старт всероссийской акции по демонстрации авторской программы кинорежиссера и актера Никиты Михалкова, Бесогон-ТВ. Проект нашел отклик у главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, представителей правительства и ЗАГСобрания. Мы беседовали о проекте с руководителем Севастопольского представительства Союза кинематографистов Российской Федерации киноактрисой Татьяной Гагиной. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.